Дай почитать. Сразу же хватаешься, как за спасение, книгу столетней давности, но вечной молодости англо-американской писательницы Фрэнсис Бёрнетт «Таинственный сад», опубликованный в 1911 году. Это ошеломляющая, трогательная книга о жажде чуда, о силе волшебства, о чарах величественной природы, а главное о том, что все, и чудеса, и волшебство творят люди, их добрые сердца и милосердные поступки. И главное, чтобы душа у тебя была радостна и чиста. Итак, сюжет книги несложен. Мэри Ленокс родилась и жила в Индии, позабытая родителями, эгоистичная, взбалмошная, жестокая, одинокая и несчастная. Ее семья и слуги умирают от холеры. И вот Мэри уже едет в Англию к опекуну, мистеру Кревену, очень мрачному господину, хоть и это объяснимо, в огромный дом, в котором сто комнат. И тут она сталкивается с двумя загадками. Она хочет узнать, кто плачет горько в доме по ночам. И где ключ от калитки в таинственный сад, закрытый ее опекуном после внезапной смерти красавицы жены. Автор подчеркивает внешнюю непривлекательность Мэрия, желтизну лица, угловатость фигуры, торчащие соломенные волосы, а также отвратительный нрав. Но главная идея книги – это вера в чудеса и способность достигать намеченной цели. В ночи плакал, как выяснит упрямая девочка, ее двоюродный брат Колин, которому взрослые определили скорую смерть. И Мэри, ее друг Дикон дарят бедному мальчику веру в волшебство. И он начинает выздоравливать и превращаться в нормального жизнерадостного ребенка. А Мэри, вопреки всем убежденным скептикам, случайно при помощи малиновки находит зарытый много лет назад ключ от таинственного сада. А дальше тоже все волшебно и случайно. Дети и старый садовник, не покладая рук, ухаживают за садом. И он действительно превращается в чудесный, благоуханный, самый земной, замечательный сад. По-моему, мы с тобой, Дикон, все время о чудесах думаем, вдруг осенела Мэри, и ждем их. И ведь действительно у нас получается. Книга Бернетт поглощает читателя целиком, независимо от возраста. И что самое замечательное, независимо от времени года или погоды. Можно, читая книгу, оказаться в весеннем таинственном саду и увидеть, обонять, чувствовать запахи, свет, теплые солнечные лучи, яркие цветы, пение птиц и аромат настоящего волшебства, любви, трудолюбия, веры и добра. Дорогие слушатели, приблизьте весну, читая «Таинственный сад» Фрэнсис Бернетт. До новых встреч! Дай почитать! Дай почитать!